А вот вам просто небольшой спойлер Коронавирус Ну? Бананы, бананы, сочные бананы Нет, я не буду смотреть, кто тут переодевается, ну типа, серьезно? Пойдем выберем тебе друга, которого ты будешь теребонькать Привет, ребята! Сегодня я снимаю необычное видео, потому что скоро у моей подружки день рождения Но, к сожалению, я не могу быть с ней на этот день, потому что я улетаю И я решила ей подарить необычный такой подарок, как 24 часа я буду исполнять все ее желания, то есть я буду говорить ей только да Она еще пока об этом не знает Мы договорились с ней встретиться в одном из ресторанчиков Сейчас я еду туда и я объявлю ей эту новость И посмотрим, что она будет мне задавать Сразу скажу, моя подруга, она такая весьма специфичная дамочка Поэтому она сейчас будет задавать нам не подарки из серии Ой, давай пойдем в магазинчик, какую-нибудь кофточку Нет, если она сейчас будет задавать нам вопросы, то это будет какой-то лютый трэш, жесть Так что просто готовьтесь И, конечно же, ставьте лайк А вот вам просто небольшой спойлер На днях я ей написала Давай пойдем снимать с тобой видео Естественно, я за все оплачу, но в том плане, что когда я, естественно, даже предлагаю подруге сниматься со мной Я говорю, что я буду оплачивать все рестораны, все передвижения и т.п. и т.д. И что будет она мне пишет? Ты хочешь стать моим папиком, да, вратан, да? А именно это я и хочу Так что, думаю, вы понимаете, да, что будет сегодня происходить В общем, мы сейчас встретились Мы пришли в кафешку И я тебе должна сказать вот что Я не успеваю попасть на твой день рождения Вообще никак Поэтому я придумала тебе подарок сегодня И какой же? Сегодня я буду выполнять все твои желания То есть все 24 часа я буду говорить на весь твой бред, который ты будешь придумать Ну и не только бред, да Ты пожалеешь об этом? Я давно хотела попробовать лягушачьи лапки Но мне вообще-то немножко страшно Поэтому я думаю, будет неплохо, если первая их попробуешь ты Лягушачьи лапки? Да Где тебе в Москве надо лягушачьи лапки? Я не знаю, в китайском каком-нибудь ресторане То есть в мире сейчас коронавирус У всех эпидемий, все люди в панике А тебе растичило имя сейчас пойти в китайский ресторан Да Поесть лягушачьи лапки? Да, да, да Коронавирус, Китай и все такое Лиса идет в китайский ресторан По-моему, с утра идея Пусть утро начнется не с кофе, а с апельсинового фреша Принеси мне, пожалуйста, апельсиновый фреш Эвакуируюсь Вы поняли, да? Кажется, этот день будет очень затратным Очень Который поменьше Ставишь баночку и нажимаешь Смотри, там прямо апельсины Да, очень круто Они там прямо выжимаются Слушай, вообще супер Я на самом деле редко пью свежевыжатый, но он прям вау Мы встречались буквально сколько? Ну, недели две назад, наверное Угу И у нее были прекрасные волосы где-то по плечи Ну, где-то вот так вот у нее было все Да, и вот такой вот замечательный цвет волос был, голубой Вот так вот она выглядела И просто, что мы видим сейчас? Что случилось? Я тебе расскажу потом Я вообще в шоке У нее были безумно красивые волосы Я когда ее увидела, я говорю У тебя офигенный цвет волос? И она такая Ну да, я купила там какую-то краску Типа из серии Даже не краску, а скорее шампунь И где твои волосы? Короче, я обыскала реально все китайские рестораны в Москве На предмет того, чтобы найти там лягушачьи лапки И мы нашли только один какой-то сверх пафосный ресторан И мы сейчас туда идем Мы, конечно же Будет есть лягушку Мы, конечно же, одеты именно так, чтобы идти в мега пафосный ресторан Надеюсь, вообще нас пустят Но это же будет очень нелипо, если нам скажут в шлинах отсюда И начнем мы с лайтового задания Позвоним в Макдак И мычи, как беременная корова Может, не надо? Давай, давай Для чего-то шумка Всего доброго Супер Тебе стыдно? Так, я их нашла Вот они Они есть все Действительно Сейчас мы будем с тобой заказывать Так, нам принесли нашу еду Мой салат Лягушачьи лапки, кстати, посмотрите, как они выглядят Очень необычно Потом наш кокосовый лимонад И вот Саски поедает свою гречневую лапшу Ты потом должна рассказать всем, почему я называю эти Саски Потому что каждый раз, когда ты фигурируешь в моем видео Все не понимают, что вообще происходит Почему я тебя так называю Ну что ж, ладно, я буду сейчас пробовать лягушачьи лапки Вы когда-нибудь их ели? Хотя не отвечайте, я уверена, что вы никогда не пробовали Блин, а так все неловко чувствую Потому что я даже не знаю, как правильно их есть Ну, я полагаю, что, наверное, надо руками их есть или вилкой, или палками Как их есть? Готово? Ну как? Это можно есть? Лягушачья лапа Если бы я не знала, что это лягушка И мне бы сказали, ешь, я бы сказала, что это курица Я бы никогда в жизни даже не допустила мысли, что я ем лягушку Так что, если хотите кого-то пранкануть, сделайте ему лягушку А потом скажите, когда он ее съест, что он только что съел лягушку И чувак просто офигеет А теперь твоя очередь это пробовать Ну что ж, я пробую лягушачью лапку У тебя сейчас такое лицо просто супер эпическое Оно, оно выглядит ужасно, твое лицо Выглядит сейчас очень плохо Ешь! Я хочу ей все есть Это так ужасно Ну скажи, что это похоже на курицу Похоже, но когда я это ем, я думала про лягушку Это ужасно Крокодила, мы сейчас обсуждаем еще странную еду И у Саски, короче, подруга, она летала в Таиланд и ела крокодила Блин, я крокодила не ела, я даже не знала, что его едят А как ты относишься к кузнечикам в качестве еды? Я к кузнечикам не очень хорошо отношусь, еще и к личинкам Ты задаешь мне слишком странные вопросы А вот салат у меня вообще безумно вкусный Она, короче, поняла, что она не хочет что-то есть И сидит и ест свою гречневую лапшу А мне норм, я, кстати, съем еще, хотя это очень странно Я хочу поехать в торговый центр Давай куда-нибудь в большой, типа авиапарка Хорошо, мы едем в торговый центр Признавайся, что ты хочешь от меня в торговом центре? О, ты узнаешь Я уже представляю И нет, я совершенно точно уверена, что она не будет говорить мне Купи мне джинсы или какую-то такую ерунду, да? Конечно нет Лягушка это максимально мерзко Вы знаете, лягушка на самом деле Это не столько мерзко, сколько странно психологически Потому что, я уже говорила, по вкусу это просто курица Но когда ты ешь, особенно начинаешь А там вот эта вот кожурка, шкирка, или как она правильно называется Вот это прям... Съела полножки А когда съела другую половинку, я косточкой подавилась И меня чуть-чуть не блевануло Плюет в соуседку, подвигает официантка Вот все нормально Он такой Да, да, нормально Это правда мерзко У меня руки до сих пор точно воняют Так, а сейчас я расскажу, почему Эта женщина называет меня Саски Мы сидели на каком-то сайте, форуме Ролевом типа И тогда все тащились от Наруто А мне нравился Саски И у меня был ник Саски А познакомились мы на почве того, что мы там начали спорить Она утверждала, что Саски говно А я спорила с ней Говорила, что Саски крутой персонаж И так мы подружились Я не знаю, как это так вышло, но мы подружились То есть, очень-очень долго знакомы уже, слушай Ведь мы до сих пор спорим, хороший Саски или плохой И, кстати, он хороший Не то, что Гарф сратый Слышь, сама ты Гарф сратый Ахренела, вообще нормально Лиса пошла заправляться А я расскажу вам историю про волосы Но про волосы Лисы Пару лет назад Лиса, которая по жизни блондинка Решила покраситься в брюнетку Причем там не в какой-то такой каштановый цвет А прям в черный-черный Короче, она это сделала И мы встретились Это было так ужасно, боже мой Я достаточно тактичный человек Я ничего ей не сказала Но мне кажется, судя по тому, как я на нее смотрела Она поняла, что я думала о ее новых волосах И, короче, долго она так не приходила Потому что, ну, это было, правда, ужасно Ей, ну, максимально не шло Сейчас я видела некоторые ее видео С черными этими волосами Более-менее Но когда у нее были настоящие черные волосы И так не шло После этого она стала Вводить их обратно в блонд Черные волосы И на какое-то время она была рыжей Это было тоже круто Она была похожа на Ани Семенович Расскажу вам маленькую историю из жизни Когда Лиса была еще намного младше Даже не помню, сколько лет назад Она случайно Вырвала в парке елочку Размером с нее И очень долго не знала, что ей делать с этой елочкой Она пыталась обратно ее поставить Но у нее ничего не вышло Вот такие дела Лиса, та еще вандалка Да, друзья? Давай включим какую-нибудь офигенную песню Какую? Ты знаешь, какую? Какую? Бананы Давай Бананы, бананы Сочные бананы Очень я бананы люблю Упивай мне, что я напою Нет? Следующее твое задание будет собрать мне шексин То есть ты хочешь, чтобы я собрала тебе сейчас какую-то одежду В которой ты будешь меня соблазнять? Да 46-й размер Ну, пойдем На самом деле не думайте, что я ее шемлю за вес Она сама меня об этом просит Потому что я единственный человек Который способен ей прямо говорить, что пара ходить И хватит жрать крылья KFC Кстати, хватит жрать крылья KFC уже И она мне постоянно говорит, что если я ей говорю Это ее мотивирует Поэтому я буду над ней издеваться Но моя издевка не потому что издевка А потому что человек сам этого просит Хочешь картошки фри? Да Сегодня мне придется и говорит Да И зачем тебе это? Я не сказала, что я ее буду есть То есть ты хочешь, чтобы я поела картошку фри? Да С какой-нибудь мерзостью Ну конечно Нет, я возьму это себе Ну я только сейчас дошла Я говорю, что ты что ли делаешь? Он говорит, что ребенок А она его продирит Я пытаюсь найти ямку Вообще не могу найти Одни эски, эксэйски или эксэльки Ура Мне пришла в голову идея Потом зайдешь в какой-нибудь магазин нижнего белья И скажешь, что тебе надо подобрать Очень пикантное белье для своей женщины Я ее О, смотри, там тебя, кстати, ждет красный лифак В холоду Короче, я ей всю эту примерочную А ты все это мерь И выходи ко мне Ставите эту примерочную Фига, это что? Это, это что? Загляни Блин, там реально можно смотреть, что люди делают Нет, я не буду смотреть, кто тут переодевается Ну типа, серьезно? Почему здесь холл? Серьезно, там можно смотреть, что люди делают Ты зачем за ними следишь? Я вижу, там никого нет, но я вижу соседних фермер Реально, смотри, кто-то там ходит Там кто-то ходит Офигеть, офигеть Дичь какая-то Я слышу, что жерло такое комбинезон Ты выглядишь Ну, я бы так не сказала Вам нравится этот образ? Что это? Ты серьезно? Шутки, шутки Я вижу, реально Тебе не плохо На самом деле она еще не знает Я просто специально Я сейчас подбираю эти глупые луки, чтобы она вскрылась И подумала, что я какую-то ерунду ее делаю А потом, когда она сейчас выйдет с третьим образом Я ей скажу, что дальше сама Иди в магазин У тебя безграничный бюджет Выбирай вообще все, что захочешь Вне зависимости от того, сколько это будет стоить И вообще Вот, так что посмотрим, что она скажет А пока пусть вскрывается А, кстати, тебе реально идет это платье Без шуток Ты выглядишь очень солидно Я похожа на престарелый бухгалтер Короче говоря Я специально все это тебе сейчас давала Потому что, ну, я просто хотела порофлить на того Как ты меня заставила лягух есть Вот я тебя привела сюда А сейчас сама бери просто И выбирай все, что тебе нравится В любом количестве Так что иди набирай себе вещей в подарок Ты можешь выбрать вообще все, что хочешь Кроссовки, украшения, ремни Короче, все, что надо тебе Все, бери Вот, спасибо Если тебе какие-то нравятся, бери Ну, я думаю Либо черный, либо белый Подтяжки Короче, вот Саске подобрал себе образ Ну что, ты довольна? Тебе все нравится? Все, берем? Да, берем, спасибо Лиза, спасибо Ни один парень никогда меня так не баловал, как ты Да я тебя умоляю, что за глупости Спасибо, правда, спасибо Да не за что Ну, вот видишь, подобрали тебе шматья Не уверена, что это самое шексуальное шматье в твоей жизни Но нормально, пойдет Я придумала очень тупое задание Тебе понравится Мы сейчас пойдем на фудкорт Но перед этим мы пойдем в Ашан И ты купишь там табуретку И на фудкорте ты будешь сидеть на своей личной табуретке Табуретка Табуретка, табуретка Ну и какой размер нужен? Здесь нужен... Нужен Эль, да? Смотрите, у моей девушки день рождения И мне нужно подобрать ей подарок И нужно что-то прям, ну такое Типа огонь, что... Ну... Расскажешь? Покажи свой пакет О, да, какие-то гавные табуреты Какой тебе табурет нужен? Ты же его потом себе домой везешь Нет Зачем мне табурет? Я не потащу домой табурет Я сделала это задание, но табурет забираешь потом ты Поэтому выбери табурет, который ты заверешь себе домой Ну куда я брать тебе табурет? Слушай, смотри, какую лесть я нашла Лиса! Лиса! Ты влезешь? Это детский, я же его сломаю Давай попробую Лиса сидит на детском табурете Шек в контент Слушай, мне кажется, очень клево Берем его Короче, мы совсем забыли Нам в китайском ресторане, в том, где были лягушки Дали еще две вот такие вот печеньки И нам нужно их попробовать Давай, открывай свою печеньку первая Ну давай посмотрим Так Никто не будет ждать от вас подвигов, если вы не покажете, что способны на них Глубокомыслимо Это как-то очень в стиле Саски Да, есть такое Так, сейчас посмотрим Иногда нужно отказываться от малого, чтобы получить большее Мне кажется, это больше тебе подходит Сегодня не находишь? Юрь, я хочу пряный чай латте И возьми самый большой Самый большой Я иду Я иду Спасибо, конечно Стой, стой, стой Лиса Садись на свой трон Давай, давай Серьезно? Давай, давай Приятного чипития Теперь давайте посмотрим, что она мне купила Мне это на работу найти? Не показывай это, убери Мы к Лёву сегодня погуляли На самом деле Это очень неожиданно Потому что, ну, блин Для меня никто никогда столько не делал Да ладно Ну, хотя Ну, хотя кажется, знаешь Ты постоянно такая пофигистичная Но, блин Это далеко не так Это Это прикольно Не поли контору Все подумают, что это самая милая А не такая честная Она милая Она всегда была милая Нет Нет, нет, она врет Она ничего в ней не знает Я знаю ее очень-очень давно Просто как выглядит сейчас мой багажник? Тут куча шмоток Наша одежда А там детское кресло, да Привет Здравствуйте Потому что не вмещается Есть одно место, где можно потрогать Всякую живность Типа пауков, змей Можно спросить, зачем тебе это? Ну, я преодолеваю свои страхи И я решила, что ты тоже должна это сделать Да, что-то возьми Да, мы пойдем трогать жуков Пойдем, пойдем Я знаю, что ты очень боишься тараканов Поэтому ты будешь трогать тараканы Я боюсь медуз Медуз там нет, наверное Но тараканы есть огромные Такие мадагаскарские Мы пришли в заведение Где можно потрогать Всевозможную разную живность Называется Жучки и паучки И я здесь уже была Однажды стильняшкой Еще, по-моему, в том году Мы с ней целовали лягушку Да Чего только не делали На канале Маутильки уже Но сегодня я привела сюда Саски Потому что ей зачем-то Это сделать захотелось Так что пойдем Выберем тебе друга Которого ты будешь теребонькать Вот, например, вот этого Я бы потрогала Вроде не очень Такой большой Он похож на моего котика Она сейчас так испугалась Зала меня за ручку Возьми еще раз Смотри, мальчик Какой храбрый справа стоит А ты так нервничаешь Не стыдно тебе? Не стыдно О, смотри Это мы с тобой О, блин А представляете Мы сегодня таких ели А что если мы ели Именно таких? Вряд ли Ну, блин Те лапки были тонкие Ты этого не знаешь Ты же понимаешь Что после обработки Еда, она как бы Меньше становится То есть, когда ты жаришь курицу У тебя вот такая лапа Она стоит у нас вот такой Смотрите, как она боится Давай, давай Давай, преодолевай свой страх Девочка, мальчик Герма в родину Да О, оно оба Ой, какая ты Это все высох И ты просто Тенечка, как перестать Пусть там вот руки отрехнешь Потому что Сейчас глазки выросут О, ого Насмотрят Смотри, она смотрят на меня Окей, сейчас еще второго, да? Да, правда Они такие легенькие-легенькие Абсолютно безопасные Для человека Некоторые сплошники Как могут даже летать Он куда-то пошел Это нормально А, я ветка Меня тут нет Они могут даже грохнуться В этот момент Руку можно просто Переди посадить Он где-нибудь перейдет Спокойно Это ведь даже еще не змея Мне уже страшновато Прекрасный мальчик Абсолютно ничего плохого не сделает Даже резкие движения С ума И свыковалась Да? Да Они, кстати, змеи могут узнавать своих хозяев Через два месяца после начала общения с вами Он может вас по запаху узнавать И реагировать на вас более спокойно Чем на кого-то еще Абсолютно безопасное существо Даже если пытаться ему рот открыть Он все равно вкусно Капец Это очень странное ощущение Тихо-тихо Ничего страшного Он ничего плохого вам не сделает Что ж Я надеюсь, что тебе понравилось И этот день Я надеюсь, что вам тоже было интересно смотреть все это За окном уже просто темнота Мы совсем не рассчитали время И мы реально просто с самого утра Поскольку мы встретились в 11 часов Практически до 10 вечера Снимали видос И у нас столько сегодня эмоций Потому что мы столько всего сделали Особенно трусы О, да Что, ставьте ваши лайки Подписывайтесь на мой канал И всем спасибо за просмотр Всем пока Ну или не пока Смотрите мои предыдущие видео